С вами Владимир Тереченко и мы продолжаем наш бесплатный курс по созданию поздравительных музыкальных открыток, лейнингов и сайтов. В прошлом уроке мы создали с вами вот такую простенькую поздравительную открытку ко дню Святого Валентина. Вы убедились, что все очень просто, проще просто не придумаешь. Мы поставили текстовый блок, мы поставили девушку картинку, картинку анимационную мы поставили, поставили видеоклип, поставили такую драмочку, установили сюда стихотворение и поставили кнопки социальных сетей. То есть в принципе мы поставили изображение тексты и получили вот такую открытку. И все это мы проделали буквально за несколько минут. Самое сложное в данном случае это найти подходящие для вас картинки и потом все это в Adobe Muse установить на свои места. Но сегодня мы пойдем с вами дальше. Сегодня я вам покажу, что на самом деле можно создавать лендинги так же быстро, как и мы с вами на прошлом уроке создали поздравительную открытку. Если вы зайдете в интернет и посмотрите, сколько сегодня стоит создание лендинга, вы будете приятно удивлены. Лендинги сегодня стоят очень дорого. Самый простой лендинг начинается от 3000 рублей и заканчивается десятками тысяч. Хороший профессиональный лендинг уже можно продать сегодня за 30000 рублей и более. Но я вам сегодня покажу, как очень просто можно на основании какого-то шаблона создать лендинг. В зависимости от того, что вам необходимо, вы просто берете готовый шаблон, меняете под себя и получаете качественный профессиональный лендинг. В платном курсе, который мы предоставляем для наших учеников, мы даем набор готовых шаблонов, уже готовые лендинги. Давайте мы откроем один из тех шаблонов, которые мы предоставляем. И видите, здесь уже есть сразу формат в Muse. То есть мы сейчас этот шаблон откроем непосредственно в самой программе Adobe Muse. Вы видите, вот открылся этот шаблон. Здесь находятся две странички. Но мы сейчас кликаем по первой страничке, два раза левой клавишей мышки. Открывается этот сайт. Давайте я сделаю немножко поменьше масштаб, чтобы вам было видно. И вы видите, вот уже готовый шаблон. Шаблон лендинга, который хорошо работает, у которого хорошая конверсия. И он довольно-таки очень интересно смотрится. Давайте посмотрим, как он сейчас смотрится именно в браузере. Предварительный просмотр странички в браузере. Вы видите, открылся лендинг. Вот я его прокручиваю. Смотрите, здесь присутствует анимация. Паралакс используется. Здесь двигаются картинки. Двигаются отзывы. Вы видите, вот это уже готовый шаблон, который предоставляется. И изменяя здесь тексты, вы можете получить необходимый результат. Давайте я покажу, как это все делается. Возвращаемся в Adobe Muse. Вы видите, у нас находится этот шаблон. Ну и давайте сейчас покажу, как это все происходит. То есть, допустим, мы хотим заголовок изменить. Кликаем по букве «Т», выделяем эту надпись, заходим в текстовый редактор, уменьшаем немножко размер, подрегулируем. Я сделал вот такой заголовок. «Хотите путешествовать легко и просто?» И здесь мы можем написать «Турагентство». Вы видите, я поменял заголовок. «Хотите путешествовать легко и просто?» «Турагентство, путешествуем вместе». Это все вымышленно. Естественно, вы под определенный заказ будете устанавливать свои надписи. Вы понимаете, что нажав на клавишу «Т», мы можем выделять тексты. Мы можем изменять цвет. Допустим, мы хотим сделать это белым цветом. И вы видите, будет уже смотреться совсем по-другому. Здесь мы, допустим, хотим наоборот поменять, сделать какой-то голубенький цвет. Соответственно, мы можем менять любые тексты, которые нам необходимы. Если мы хотим создавать сайт, значит, смотрите, мы можем сделать закладки. То есть, допустим, это главная у нас будет страничка. Здесь, допустим, каталог страны. «Возможности» и «Контакты». Вы видите, мы сделали надписи. Соответственно, мы это все можем сделать активными ссылками. Выделяем то, что нам необходимо. Кликаем «Гиперссылка». «Открывать ссылку в новом окне», ставим галочку. И здесь мы можем прописать именно ту ссылку, которая нам необходима. Допустим, я прописываю ссылку на свой курс. Курс. Клубдохода.ру. «Слэш тренинг». И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Файл. Предварительный просмотр. Вы видите, у нас получилась вот такая вот уже страничка. То есть, заголовок «Хотите путешествовать легко и просто?» «Турагентство путешествует вместе». Вы видите, здесь уже изменены странички. И если мы кликнем по ссылке, то мы перемещаемся на тот сайт, ссылку, которую мы прописали. Как видите, все меняется очень легко. Причем, смотрите, мы сейчас вот двигаем страничку. И у нас эффекты, которые были у нас на шаблоне, они у нас и остаются. То есть, видите, вот заголовок уходит вверх, а надпись «Турагентство» уходит в правую сторону. А следующая страничка наползает как бы на основную. Соответственно, мы и дальше можем сейчас менять отзывы и так далее. Возвращаемся в Adobe Muse. Здесь мы опускаемся немножко ниже. И здесь вот, допустим, отзыв. Что это Иван Петров нам оставил отзыв. Соответственно, здесь мы точно так же меняем. Мы написали какой-то отзыв. Соответственно, мы можем изменить цвет этого текста. Мы можем, допустим, увеличить немножко шрифт, если нам необходимо. Точно так же мы можем изменить фотографии. То есть, вы видите, это все меняется. Мы можем поменять фотографию, поставить фотографию второго человека, который нам необходим. Обратите внимание, что даже если мы начинаем двигать, то Adobe Muse нам автоматически показывает, как мы можем выровнять, относительно чего мы можем выровнять. То есть, видите, сразу появляются вертикальные линейки, которые нам подсказывают, что мы сейчас находимся полностью одинаково с нижней фотографией. И двигая какие-то объекты, вы видите, нам сразу Adobe Muse показывает, какие отступы у нас есть. И таким образом мы можем очень легко выровнять, таким образом, чтобы все смотрелось ровненько и красиво. Как видите, все очень просто. Мы меняем надписи, изменяем тексты, вставляем те картинки, которые нужны. И, причем, у нас останутся все эффекты и все элементы, которые были у нас в шаблоне. Вы видите, я здесь опять же поменял текстовку. И таким образом мы можем все поменять и сделать таким образом, как нам хочется. Вы видите, здесь все двигается. То есть, это набор картинок, набор текстов, которые мы элементарно можем изменить. И, соответственно, на основании этого шаблона уже создать свой, не похожий ни на что шаблон. Ваша задача здесь просто подобрать необходимые картинки, разместить в нужном ракурсе. И вы получите уже готовый шаблон. Соответственно, вы можете изменять цвета. Допустим, вы хотите, чтобы это было... Таким образом, вы можете полностью изменить шаблон. И он будет у вас выглядеть профессионально. Потому что эти шаблоны были сделаны профессионалами. Но, подставив свои тексты, подставив какие-то свои изображения, вы получите очень быстро профессиональный шаблон, который будет выглядеть очень красиво и эффектно. Таким образом, я вам показал, как очень быстро можно создать музыкальную открытку, как очень быстро можно создать готовый ленинг. На основании тех возможностей, которые вам представляются. Но более подробно это все дается в платном курсе, где все это мы показываем, как это все делается. Итак, нам теперь осталось вывести готовые сайты и использовать для того, чтобы их разместить на своем хостинге. Нажимаем файл. Экспортировать как HTML. Здесь мы должны прописать тот домен, где мы будем размещать нашу открытку. Курсклубдохода.ру Здесь нажимаем на серенькую папочку. И выбираем, куда мы сохраним нашу открытку. Выбираем папочку Валентин, допустим. Видите, прописалось, что это папочка Валентин. Нажимаем ОК. Сейчас Adobe Muse конвертирует нашу открытку. Вы видите, что у нас получилось. Теперь заходим и смотрим. Вот у нас папочка Валентин. Здесь у нас появилось три папочки. Непосредственно файл Index и два файла Adobe Muse. Все эти элементы нам необходимо загрузить на наш хостинг. И соответственно у нас будет открываться наша открытка. То есть кликнув по файлу Index, вы видите, у нас открывается уже готовая открытка. Здесь работает плеер. Здесь у нас все работает. Точно так же мы поступаем и с готовым лендингом. То есть когда вы поменяете все надписи, вы точно так же нажимаете файл экспортировать как HTML. Выбираете тот домен, где будет размещен этот сайт. Выбираете папочку разместить и нажимаете ОК. В итоге у вас сохранится вот в таком же формате. Все, что выдает Adobe Muse, вам все необходимо будет загрузить непосредственно на свой хостинг. Как видите, все довольно-таки очень просто и очень легко. С вами был Владимир Терещенко. До новых встреч.